Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Когда вы поняли, что Борис Ельцин – это политик даже не всероссийского, может быть, и мирового уровня? Я думаю, с момента пленного московского городского комитета партии, когда Борису Николаевичу доставалось на орехи по полной программе. И сам, будучи в таких же примерно условиях, руководя одним из крупнейших районов в Волгограде, советского района города Волгограда, я понимал, как было непросто ему отставить свою точку зрения, свой взгляд на перестройку, который инако мыслить, инако подходить к делу. И я думал, что, как и многие тогда, что растопчут совсем. Но так получилось, что ушел в госстрой первым заместителем. И тогда мы между собой говорили, что, в принципе, появился новый человек, который отражает настроение многих из нас. Мы понимали, что заявлены цели, задачи великолепные, а мы затоптались на месте. А потеря темпа равна проигрышу далеко не партии, а целого этапа жизни в нашей стране. Вот тогда почувствовал, что это человек, который идет смело, напористо и олицетворяет настроение многих, если не большинства в то время, даже нас, даже нас, те, кто были руководителями партийными, хозяйственными и так далее. Ну а народ, я это ощущал, просто его боготворил. Тогда в Волгограде, как раз с 89 на 90 год, в зиму, в декабре зарождались все это настроение, а в январе-феврале стал 200-тысячный митинг. В самом городе миллион, в Волжском 200 тысяч, условно скажем. Ну, прилегающие города рядом, которые не разделены с Волгоградом, еще 200 тысяч, пусть полтора даже миллиона, но 200 тысяч человек. И не уходил. Митинг не расходился, требуя отстатьки всех и вся. И очень часто звучало имя Бориса Николаевича Ельцина, как, возможно, объединительное начало в растрепанной чувствами, настроениями всем стране. А какое впечатление он на вас произвел при личном знакомстве? Где-то в марте 90-го года, в конце марта, нас пригласили в Центральный комитет партии. Уже как делегатов, депутатов? Как депутатов, съезда народных депутатов России. Пришли в Сополитбюро. Борис Николаевич, естественно, нет. И Борис Николаевич не был приглашен на эту встречу, хотя он был тоже народным депутатом. Нас пригласили, ну, как вам сказать, меня избрали старостой нашей депутации. 18 депутатов. При голосовании большинство, тайном голосовании, меня избрали старостой. Не первого ситаря обкома, а меня. И мы приехали с председателем областполкома в то время. Потом стал главой администрации, губернатором области. Человек, который был внешне очень похож на Бориса Николаевича. Ну, просто иногда путали. Иван Петрович Шабунин, мой друг, покойный ныне тоже. И его не было. Его товарищи и друзья рвались через проходные ЦК, а их не пускали. Мы потом об этом узнали. И были тоже этим моментом очень раздосадованы многие из нас. Когда потом сказали нам, Михаил Сергеевич, подходили в открытый, я, кстати, подходил тоже там, элементы зимнего сада в рекреациях, и говорил, как же так. Вот. И буквально через несчитанное время заработала у нас подготовительная группа, которая готовила съезд. Вел воротников Виталий Иванович. Ну, прям с первого же заседания все пошло не так, как замышлялась, наверное, в ЦК. Мыслилась. Шахрай вышел и сказал, Виталий Иванович, давайте я с вами рядом сяду, или буду вести вместо вас. И вот в эти дни, часы я и познакомился с Борисом Николаевичем, он был доступен. Мы говорили на любые темы. У него поболевала спина, он садился на подоконник. Подоконники низкие в столовой были. Вытягивал ноги, уставший был, наверное. Мы или подсаживались, подоконники здоровые, окна громадные, или просто стояли, разговаривали. Потому что многие из нас не обладали таким богатырским ростом, как Борис Николаевич. Говорили, на любую тему и взять. И, конечно же, это вызывало симпатию. Вольный, невольный, какой угодно. Так что я в те еще месяцы, недели, еще до предсъездовских и уже во время съезда, испытывал симпатию к этому человеку. А поняли ли вы, когда его выбрали председателем Верховного Совета России, что это будущий обитатель Кремля и первый президент страны? Калибр личности, его популярность. Все говорило в пользу того, что он будет лидером непременно. Каком? Лидером первого плана. Понятно. Ну кто? Председатель Совета Министров. Или же руководитель Российской Федерации. Но мы испытывали такие же симпатии, к тому времени уже меньше нас становилось, к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И я полагал, да и сейчас полагаю, что они в принципе делали одно и то же дело, но вот между собой не смогли найти общий язык. Хотя Александр Николаевич Якулев, да и Эдуард Амбройш и Варнадзе, много, да и Евгений Максимович Примаков способствовали тому, чтобы этот язык был найден. К сожалению, не получилось. Так что понимание было такое. Но к тому времени я, человек, который выступал против создания КПРФ, который после съезда КПРФ приехал в Волгоград и сказал, что наша вся депутация, то исключение, наверное, двух человек, голосовал против Ивана Кузьмича Полозкова при избрании в Перу секретарем, вдруг получил приглашение. Буквально прошло полгода работать именно в ЦК и ведать вопросами как раз Советов народных депутатов, в том числе и в Верховном Совете на съезде. Иван Кузьмич, невзирая на мою, так сказать, вот такую ярко выраженную позицию, вдруг пригласил меня зав. отделом в ЦК. И стала навязываться точка зрения, что вот Иван Кузьмич будет представителем Верховного Совета. Но он мне, конечно, все протестовал. Я говорил об этом. Но подчиняясь партийной дисциплине, многие так же, как и я, нехотя голосовали по-другому. Но раз от разу раздражение настолько нарастало внутри нас, что стали голосовать и за кандидатуру Бориса Николаевича, и более того, в последующем голосовали даже за заместителей не тех, которые рекомендовала ЦК, а тех, которые были рекомендованы Борису Николаевичу и им предлагались. И я помню, какое удивление испытывала ныне одна из авторов антимагнитского закона, Екатерина Филипповна Лахова, когда я в открыто показал бюллетень, как я голосую. Хотя бюллетень были для тайного голосования. Так что вот тогда понимание приходило не сразу. Думалось, что они наладят между собой отношения Борис Николаевич и Михаил Сергеевич. Отсюда позиция многих из нас была, конечно, двойственной. Это прямо надо говорить. И до сих пор, 20 лет спустя, еще такие страсти кипят, когда мы встречаемся вместе, частью тех составов, которые были во фракциях и Верховного Совета, и СССР. По этому поводу.